Состоялся жесткий обмен мнениями. ВОП рассказали о переговорах нормандских советников. Вечером 26 мая завершились очередные переговоры советников нормандской четверки по урегулированию конфликта на Донбассе. Сегодня в нормандском формате состоялся очень жесткий обмен мнениями. Об этом РБК «Украина» рассказал советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк. По словам Подоляка, сегодняшние переговоры были очень сложными из-за очень жестких позиций сторон. «Украина», как отметил Подоляк, стремится как можно быстрее установить мир на Донбассе, а Россия пытается отойти от обсуждения сути и перейти в обсуждение сторон конфликта. Состоялся очень жесткий обмен мнениями. Как бы российская сторона не пыталась противоречить позиции международного сообщества, международных организаций, стран-посредников, все равно факт остается фактом. Сторонами этого конфликта являются Украина и Россия. Этот факт нельзя игнорировать просто потому, что хочется. И подменить очевидное тоже нельзя, сказал он. Как заявил Подоляк, для Украины принципиально важно, чтобы урегулирование на Донбассе обсуждалось сторонами, которые могут быть ответственными за свои обещания, то есть Украиной и России при посредничестве Германии и Франции. И хотя у нас есть полная поддержка посредников Германии и Франции, российская сторона свела и эту встречу к оспариванию той несомненной и принципиальной позиции, что вопрос Донбасса должен обсуждаться именно сторонами конфликта. Как видим, эту позицию поддерживает весь цивилизованный мир, но не российская сторона. Поэтому принципиально пока нет решений, объяснил представитель ОП. В то же время Подоляк заверил, что переговоры будут продолжаться, как в нормандском формате, так и в трехсторонней контактной группе. Безусловным интересом Украины является прекращение огня и обеспечение стабильности тишины на фронте. Это прежде всего в интересах людей, которые живут на Донбассе и страдают. От войны больше всего. Россия должна проявить свою ответственность за выполнение этого пункта минских договоренностей, подчеркнул он. Напомним, переговоры в нормандском формате проходят на уровнях советников, глав МИД и лидеров Украины, Германии, Франции и России. Как заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его российский коллега Сергей Лавров избегает встречи в нормандском формате. Добавим, президент Украины Владимир Зеленский выступал за привлечение США к переговорам по Донбассу.